Автормология Век 19-й был ознаменован трудами выдающихся специалистов, в частности гельмгольцев, вплотную подошедших к верному пониманию проблемы. И только век 20-й смог обеспечить своим современникам то, что обычно называют теоретическим и практическим прорывом в данной области знаний. Неполные 19 лет века 21-го по своей значимости превосходят иные столетия. Нанотехнологии, компьютеры и цифровая техника открыли дверь в те области, о которых даже не шла речь еще каких-нибудь 30 лет назад. Разрешились поистине неразрешимые загадки. Стало возможным лечить те патологии, которые всегда считались непреодолимыми. Медицинский центр «Новое зрение» тому яркое подтверждение. Автормологическая клиника – одна из крупнейших международных сетей глазных клиник в Европе. Новому зрению доверяют пациенты в 15 странах мира. Жителям Беларуси квалифицированную помощь специалисты «Нового зрения» оказывают уже 20 лет без малого. Два года он полноценно функционирует в Бресте. Со многими из врачей-офтальмологов клиники мы вас уже знакомили. Это Юрий Табалевич, Светлана Шарафанович и Владимир Добриянец, Наталья Понасюк, Татьяна Можейко, Светлана Бугаева, Вадим Мурашко и Илья Снопок. Каждый из них пришел в медицину, в офтальмологию целенаправленной. Сегодня они – первоклассные специалисты, подарившие новое зрение не одной тысяче пациентов. Что нового предлагает современная офтальмология жителям Беларуси и, в частности, Брещанам? Разобраться в этом нам поможет заведующий хирургическим отделением рефракционный хирург Илья Снопок. Илья Петрович, как пришли в офтальмологию? Что привело в столь сложную отрасль медицины? С офтальмологией студенты медицинского университета знакомятся на пятом курсе. Цикл занятий занимает пару недель и носит ознакомительный характер. Однако уже тогда мне стало ясно, что это направление станет моей профессией. Привлекла меня сама специфика работы. Офтальмологи работают с объектами микронного размера, и мне всегда была интересна оптика, ведь глаз можно сравнить с фотоаппаратом. Илья Петрович, наверное, в юности достаточно плотно занимались фотографией. Было и такое. Передний отрезок глаза, роговица, хрусталик – это объектив, задний отрезок, сетчатка – это фотопленка. Мне, как студенту, стало очень интересно, почему определенной группой людей этот фотоаппарат функционирует не так, как нужно, и они не видят хорошо вдаль или вблизи. И вот с этого, Илья Петрович, всё и началось. Да. Это именно тот случай, когда выбор профессии стал основополагающим. Уже более 10 лет Илья Снопок работает в офтальмологии. Последние годы в медицинском центре «Новое зрение». Проводит операции по лазерной коррекции зрения. Ответственный человек, опытный хирург, знающий о своей ювелирной работе всё и даже больше. Чем выделяется направление лазерной микрохирургии, с этим вопросом мы обратились именно к Илье Петровичу. Для ответа на этот вопрос нам нужно понять, что такое лазер. Сухим научным языком это устройство, преобразующее энергию накачки, световую, электрическую, тепловую, химическую трубу, в энергию поляризованного и узконаправленного потока излучения. Скажем проще, лазер – это уникальный по своим физическим свойствам инструмент, который позволяет офтальмологам дистанционно, безболезненно и с микронной точностью воздействовать на ткани глаза. Безболезненно и с микронной точностью воздействовать на ткани глаза при помощи лазера. Достижения в области современной офтальмологии кажутся чуть ли не фантастикой. Но это реальность. Сегодня есть несколько типов лазеров, применяемых в офтальмологии. В новом зрении используют лазеры последнего поколения. О них подробнее. Первое – это лазеры коагулирующего действия. Используются для лечения периферических дистрофий сетчатки. Используется свойство лазера, оказывает дистанционное нагревающее действие на ткани сетчатки. В процессе лечения образуется микроожог, далее хореоретинальная спайка, которая как бы приклеивает сетчатку в участках ее испончения и вокруг разрывов. Такие разрывы не редкость у людей с близорукостью вследствие анатомического строения глазного яблока. Лазеркоагуляция периферических дистрофий – это действенная профилактика такой серьезной патологии, как отслойка сетчатки. Лазеры, обладающие свойством фотодеструкции. Данный лазер обладает свойством дозированно рассекать ткани вследствие высвобождения большого количества энергии в маленьком объеме. В месте нанесения воздействия образуется плазма, которая приводит к созданию ударной волны и микроразрыву ткани. Лазер широко применяется для таких процедур, как лазер дисцизия вторичной пленчатой катаракты, рассечение помутневшей капсулы хрусталика после имплантации интерокулярной линзы, лазерная иридотомия, формирование колобом в радужке для улучшения гидродинамических функций глаза. Данная процедура стабилизирует внутриглазное давление и входит в протокол профилактики приступа закатоугольных лукомок. Эксимерные лазеры. Этот тип лазеров обладает способностью дозированно удалять клетки и широко используется для проведения рефракционных вмешательств на роговице. Рефракция – это преломление света в глазу. Покажем это наглядно. В глазу, который хорошо видит вдали, вблизь, свет, проходя через роговицу хрусталик, проецируется на сетчатку. Когда у нас есть несоответствие преломляющей силы переднего отрезка глаза и длины глазного яблока, у нас развиваются так называемые аномалии рефракции. Свет может не долетать до сетчатки – это близорупость, перелетать сетчатку дальнозоркость, либо проецируется на нее восьмерка – это астигматизм. Также бывают смешанные формы аномалии рефракции. Итак, в клинике «Новое зрение» применяется три вида лазеров – коагулирующего действия, обладающие свойствами фотодеструкции и эксимерные лазеры. Именно использование этих технологий в сочетании с профессионализмом врачей позволяют вернуть человеку зрение. Вы знаете, все настолько быстро, четко. Обследование тут же провели и сказали нет, никаких противопоказаний, делайте. И что хочу еще сказать, вот очень грамотно охарактеризовал доктор, который нас смотрел после операции уже. Он сказал, что каждый, кто сделает лазерную коррекцию, он спросит себя, почему же я не сделал этого раньше. Вы знаете, абсолютно точно. Спросила сама себя. Вот 10 лет я думала про лазерную коррекцию, и когда сделала здесь, у нас в Бресте, я подумала, боже, ну почему же я не сделала этого раньше. С чего же начать? Тщательнейшей диагностики. Этот этап в новом зрении действительно тщательнейший. Он длится порядка двух часов. В результате собирается около 100 параметров о зрительной системе пациента. Отдельного внимания заслуживает исследование роговицы. Это формирование цифровой модели роговицы с картой перепада высот задней и передней поверхностей. Специальный прибор снимает данные в 22 тысячах точек, из которых формируется модель роговицы. В новом зрении этот процесс двухэтапный с использованием двух разных приборов – околайзера и тополайзера. Первый этап позволяет понять, можно ли безопасно прооперировать пациента. Второй – включает в себя топографию, выполняемую только тем, кто планирует операцию. Вся собранная информация по сети отправляется в лазерную установку, где на основании этих значений формируется индивидуализированная программа для работы лазера. Итак, этап диагностики завершился. Далее – сама операция. Отправляемся в операционный блок, где проводится операция по лазерной коррекции зрения. В 2019 году сеть клиник «Новое зрение» впервые в странах СНГ интегрировала в операционный процесс систему 3D-визуализации. Данная технология позволила дать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной. Сама операция длится около 4-5 минут, из них работа лазера занимает 10-15 секунд. Все остальное – подготовительные этапы. Ingenuity Visualization System представляет собой две видеокамеры, как два глаза у человека высокого разрешения, 55-дюймовый монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи. Это разница между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Ingenuity Visualization System представляет собой две видеокамеры, как два глаза у человека высокого разрешения, 55-дюймовый монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи. Это разница между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Соответственно, чем этот диапазон больше, тем больше деталей будет видно на экране. Полученную картинку камеры передают на монитор, а хирург в 3D-очках видит объёмное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей, которая при необходимости может быть увеличена или преобразована спектрально в другое, без малейшего учерба для качества и обзорности. Доктор, в зависимости от клинической ситуации, может применять различные фильтры, которые помогут ему видеть самые мелкие структуры на операционном поле. Оперирующий хирург, работая с этой системой, получает весомые преимущества и, конечно же, пациент переносит операцию гораздо лучше. Отмечу то, что новые системы визуализации способны работать при очень низком световом потоке. То есть они не ослепляют пациента во время операции, снижается световая нагрузка на структуры переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке. В итоге мы полностью побороли такое явление, как фототоксичность. Теперь лазерная коррекция – это минимальный стресс для глаза. Лазерные установки вкупе с диагностическим оборудованием последнего поколения на основании собранных данных позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и, благодаря искусственному интеллекту, просчитывать ход операции до её проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений. В совокупности уровень оснащённости клиники «Новое зрение», опыт и подготовка хирурга позволили приблизить сценарий выздоровления пациента за один день. Человек решается сделать операцию, обследуется. В тот же день при отсутствии противопоказаний оперируется и уже к вечеру получает результат. И такие фантастические результаты вполне реальны. Резюме будет очень простым и вполне вписывающимся. В общую парадигму проблемы наука о глазах и зрении на месте не стоит. Несомненно, как всегда, то, что глаза надо беречь. Но если уже есть какие-либо проблемы, обращайтесь в «Новое зрение». На данный момент в клинике действует акционная цена – 500 рублей за один глаз по любой методике, независимо от сложности случая и оптики. И ещё здоровья, как говорится, не купишь, но определённый аванс за его сохранность внести можно. Это бережное отношение к тому, что нам совершенно бесплатно было предоставлено природой. Редактор субтитров А.Семкин